Я бы умею создать семью. Ты записал мой источник, просто очень волнуюсь, извините. И у меня такая развлеклась ситуация. Я встретила, то есть, я увидел родной человек, мы одной духовной традицией, да? Вы с кем хотите создать семью? Ну, вот, я здесь. Не лукавьте. Говорите, что было до этого. Я была замужем, да. И что? Бросила мужика? Теперь хочу создать семью. Я хочу, чтобы было в одной комнате. Ну, то есть, вы увидели парня, да? Понравился. Бросили мужика. Нет, не так было. Когда расставили? Представили, что вы меня прошли в область. Вы уже тогда увидели этого парня? Нет, это все. Нет? Нет, я бы не увидела его. Я бы не увидела. Он был отреченый образ жизни в моей духовной традиции. Мы знаем, мы такие, отреченый образ жизни. И что? Ну, я не знаю, он вообще его ждать. Он не знает, как он ему подойти. А что, надо сшибать с ног просто мужика и все. Что он не знает? Ну, он вроде как бы сшил, но у вас и власть и власть и власть и власть и власть и власть. Он, ну, этот отреченый образ жизни ради меня бросил. Ну, все. Сказал? Нет. Надо звонить, говорит, когда бросишь. Отреченый образ жизни. Надо найти. Ну, я же могу сама принять, да? Можете. Могу, да? Да. Надо сказать, что такое? Ты мне сказала, а теперь тебя нет? Что такое вообще? Ты же сказала. Я буду жаловаться. Прямо как написать, что я буду жаловаться? Да. Пугнется однозначно. Нужно его встрепенуть. Так нечестно, понимаете? То есть, сказал, делай. Что это за отреченный образ жизни? Может, он же петелем до вас сказал. Вот такой отреченный, отреченный. Раз кому-то сказал, потом пять отреченный. Что это за? Нет, он же на это все не сказал. Все тогда, пускай это. Вам надо старшим сказать просто, которые связаны с ним. И что они? И они сказали, подождите, что они в порядке. Надо еще раз им сказать. Скажите, это вы подождите, а я не могу ждать. Надо, чтобы он мне точно, что он хочет. Настойчивость нужна. Конечно. Вот женщина, если как бы уже человек шаг сделал, и вы проявляете настойчивость, он это дает мужчине понимание, что вы очень серьезно настроены по отношению к нему. И это помогает. Он где-то, когда глазами стрелял, он не подошел. Сейчас уже все, не время глазами стрелять. Надо уже... Мятия он уже клюнула, рыбка клюнула, теперь надо тянуть. Что стрелять глазами? Ну, просто у меня еще есть поклонники, а я их отшиваю. Может, они лучше. Почему вы их отшиваете? Ну, это чехол. Что, красненькие больше нравятся? Ну, смотри. Никогда не отшивайте сразу. Если кто-то, ну, поклонники есть, то нужно разбираться. Часто внешне человек кажется лучше, чем внутренне. А если внешне не сильно кажется, то, может быть, он внутренне лучше. Ну, то есть, надо разбираться в людях серьезно, прежде чем отшивать. Не надо думать, что вот я только этого хочу и все. Это неправильно. Вот я сейчас вот увидел, что... Вы принесите мне фотографии после лекции всех этих людей. У вас три часа есть? Я вам скажу, кто из них лучше для вас. Ничего вы не поняла. Если этот человек нужен, значит, его надо достать. Не надо бояться. Если даст, тогда и до свидания. Вот и хорошо. Или отвалился, или прилепился. Одно из двух. Чего время тянуть? Тем более, если есть другие еще люди. С этим разобралась. Если потянуло, он сорвался. Ну и до свидания. Плыви себе в открытое море. Вот. Если он так сейчас себя ведет, потом что тогда будет, когда семья создастся? Надо провожить усилия и посмотреть на реакцию. Если реакция нулевая, значит, все. До свидания. Причение указывает только на разум человека, на его ответственность. Если человек сказал слово женщине, то дальше надо его выполнять. А если он не может его выполнять, и вы уже убедились, тогда до свидания. И проверяйте других, тех, кто как бы пытается ухаживать. Никогда на первое впечатление не верьте. Будьте разумнее. Смотрите глубже человека. Вы понимаете, вот, давайте я всем сейчас расскажу. Есть такой, ну, есть такая опасность в жизни. Эта опасность называется мечта. Или вот этот вот образ, как бы, который тебе хочется. Это вот мечта или образ, который тебе хочется, это и есть, ну, приманка судьбы. Понимаете, судьба чаще всего через этот образ приносит нам в жизнь не то, что надо. А точнее, то, что надо, чтобы нам сделать больно. Понимаете, и когда человек вот в этот образ верит, он думает, нет, вот только вот это. Это уже очень опасно. Это признак безумия, вопрос отличной жизни. И вот то, что я сейчас вижу, вот, ну, как бы, очень высокая вероятность, что вы попадаетесь на этот крючок. Крючок именно мечты, образов, в которые вы поверили, а не человека. Вы не видите людей, говорят, мне делают предложения, я отшиваю. А может быть, это и есть вот нормальные люди, которые, ну, как бы, но они не входят в ваш образ. Они просто могут сделать вас счастливой, понимаете. Но в образ не входят. А тот, кто входит в образ, он может быть не для этого предназначен, чтобы вас сделать счастливой. Разберитесь с этим человеком немедленно. Потому что мое ощущение отличается от вашего. Если вы дождетесь, пока у него другая появится, будет хуже для вас. Если мужчине надо, он всегда сам проявляет огромную инициативу. Это признак очень благоприятный, кстати. Мужчины инициативу проявляют сильную. Хороший признак. Но надо разобраться, что это за инициатива. Им движет половое желание или ответственность. Вот здесь уже в этом и смысл встреч. Зачем встречаться, чтобы разобраться, что он хочет. Если он хочет секса, то до свидания. Если он хочет ответственности, то до здрасти. Понимаете. Ну то есть, но этот человек вообще ничего не хочет. Когда самое неблагоприятное в отношениях, когда женщина хочет отношений больше, чем мужчина. Это очень неблагоприятно. Во всех отношениях, всегда и везде. Женщине, наоборот, надо свои чувства всегда сдерживать, чтобы у него разгорались. Но если она уже не могла, не смогла сдержаться, у ней вспыхнули как бы чувства, а у него от этого будут гаснуть, значит это крайне неблагоприятно для создания семьи. Крайне неблагоприятно. И все, что уже сейчас с вами происходит, это уже плохо. И самое лучшее сейчас нажать на этого человека, чтобы он отвалился. Можно пригрозить ему еще что-то. Или он притянется, или отвалится. Одно из двух в этом случае. Это будет, в обоих случаях будет для вас хорошо. Это будет благоприятно для вас в обоих случаях. Потому что вы сейчас находитесь в полной иллюзии. И слово «отреченный образ жизни» не надо произносить просто так. Вы не знаете, что такое «отреченный образ жизни». Я видел «отреченных» по-настоящему людей. Они очень ответственные люди. И никогда женщине такой человек не скажет слово, чтобы его не выполнить. Вот это «отреченный человек». А сейчас в основном все «отреченные одежды» надевают 80%, просто чтобы не брать на себя ответственность. Понимаете, какие это «отреченные люди». Это просто сачки, по-русски сказать, которые виляют от ответственности в жизни с помощью вот этого внешнего «отречения». «Настоящие отреченные люди» никогда не будут бросать слов на ветер. Это признак отречения, это правильное отношение к звуку. Признак сильного разума. Отреченный человек никогда не произносит неправильных звуков. Сказал – сделал. Продолжение следует...